прекрасные мы я вас приветствую тема сегодняшнего расклада кто и что думал о тебе сегодня может быть мечтал может быть не мечтал может быть думал какую-то гадость мы сейчас посмотрим может быть это не она она какая-нибудь тайная завистница будет на три варианта ставьте на паузу если нужно помедитировать на камушек я поработаю на двух колодах колоды красивые колоды очень говорящие и в принципе они очень здорово работают на непринужденные на такие очень интересные мини раскладе и так закрепленном инфобоксе будет время с началом вашего видео если вы не слушаете болталку ну я вас в любом случае благодарю за просмотр за то что вы открыли перешли да там каким-то образом попали на мое видео уделили свое время время наше бесценно буду очень благодарна за лайк за подписку будет много интересных раскладов если вы хотите предложить какую-то тему предлагайте ее в комментариях буду очень рада ну и в принципе я наверно буду уже начинать итак первый вариант я вас приветствую давайте мы на союзе богинь посмотрим ваш сигнификатор может быть вашу характеристику это не больно не бойтесь и не переживайте расслабляйтесь и слушайте интересную историю и так это вы на сегодняшний день может быть покажу что у вас происходит может быть в каком состоянии вашу энергетику может быть какие-то черты вашего характера основные я не знаю что покажу сейчас будем открывать и читать а вот это собственно тот или то кто сегодня думал о вас напоминаю что видео актуально именно в тот момент для вас когда вы его открыли не важно когда она вышла так а вот это тот кто думал о вас сегодня и собственно говоря мы с вами посмотрим что думал человек что же думал покажи прояви нам чтобы мы почитали твои мысли так если нужно будет я буду дополнять и так готовы на полетели вот это вы на сегодняшний день очень целеустремленная что у меня со связью слышу вроде все хорошо здесь такая знаете вы сейчас находитесь возможно на пике своей популярности возможно вы сейчас находитесь на пике какой-то своей самодостаточности вам сейчас по всей вероятности хорошо комфортно вы как-то руководите сейчас ситуацией вы руководите своими эмоциями у вас есть определенные ключи к себе вы знаете как с собой взаимодействовать что делать в каких-то сложных для вас ситуациях то есть мы тут в принципе такие меня смотрят барышни которые в принципе вижу цель иду к ней вот неплохо возможно вы часто ездите по работе возможно вы путешествуете или любите путешествовать вы не любите сидеть на одном месте вам нужно быть всегда в движении возможно вы любите шумные праздники компании все что дает вам эмоции все что вас наполняет возможно у вас достаточно большое количество друзей коммуникации вы общительная вы достаточно открытая эмоционально вы в принципе расположены к какому-то дружелюбному общению я не вижу здесь агрессии но тем не менее как бы там ни было вы четко знаете чего и что вам нужно и я так думаю что никогда не будете вы можете прислушиваться да к чужим советам но вы все равно всегда все будете делать по-своему то есть дети есть такая определенная еще раз говорю внутренняя самодостаточность вы послушали послушали но все равно сделали так как захотелось непосредственно вам это вот у нас вы на сегодняшний момент что еще по вам интересного скажут вы прекрасно можете говорить нет или по крайней мере вы научились или учитесь на данный момент говорить слова нет знаете отсекать наверное от себя вот ненужных людей больше что-то такое идет то есть если вы видите что ну уже вот все как бы до общение не приносит вам эмоционального наполнения да вы можете от него как бы отходить отказываться потому что вы очень четко держите ракурс на себя на свои эмоции прежде всего здесь присутствует такой хороший здоровый эгоизм это хорошо вы можете четко ощущать когда вы не в ресурсе не в моменте не в потоке и вы в такие в такие моменты своей жизни да вы уходите как бы в такую внутреннюю тишину можете сократить общение до минимума но вы это делаете абсолютно осознанно то есть вы прекрасно знаете что мне пора отдохнуть я немножечко устала ну или устал смотря кто смотрит нам я устала я хочу тишины и вы как-то вот очень четко чувствуете вот это свое внутреннее состояние когда вы открыты да когда вы экстраверт когда вы интроверт то есть у вас тут что-то среднее вот вы можете как и быть очень кому комик коммуникативны также вы можете спокойно уходить скажем так и от богемной жизни на и отдыхать наполняться энергией были тут у вас ситуации где бывший мужчина мог причинять вам какой-то дискомфорт мог причинять вам нарушать вот эти вот ваши личные границы да потому что мне потому что такая интересная карта по пятерке мечей где у нас тут усив богини да мужчина украл ее волосы не помню слушайте кто украл надо посмотреть по мифологии вот он тут срезал ее прекрасные волосы чем причинил ей конечно же боль вот поэтому здесь могут быть мужчина да вы могли переживать по поводу потери этого человека по поводу потери какого-то своего внутреннего гармоничного состояния калипсо тут у нас выходит но мне показывают о том что в принципе сейчас вы более или менее восстановились хорошо и кто же здесь за вами наблюдает наблюдает за вами здесь человек скорее всего семейный если же не семейный хотя побольше вероятности семейный наблюдение точнее думал о вас сегодня человек семейный я все наблюдение да думал он так знаете ну как бы немножечко отгонял от себя эти мысли еще все-таки постараюсь посмотреть кто это конечно пока мне идет мужская энергетика больше потому что у нас здесь рыцарь выходит пентакли ну вот он знаете как-то подумал и как будто бы решил что ой нет думать не буду но если достаточно спокойные и человек в принципе думает о вас достаточно спокойно я не вижу чтобы здесь был какой-то всплеск такой знаете эмоции то есть он там прям я не знаю воодушевление такое бешеное нет здесь в принципе достаточно спокойные мысли вот по факту думают о вас и все вот еще мне приспоказывать десятку пентакли я повторяюсь человек может быть или очень обеспеченный и самодостаточный или же человек у нас здесь находится в семье хорошо а относительно вас он кто человек кстати этот очень гостеприимный вот мне еще да как бы идет информация человек очень гостеприимный но человек знаете под закрыт то есть лишнюю информацию если он вам говорить не захочет да и вообще в принципе кому-либо он ее не выдаст как бы ему не хотелось то есть он может вот умеет закрываться хотя вид он может показывать что у него все отлично все хорошо но если у него есть какие-то переживания он их может доверять только очень узкому кругу лиц очень коммуникативный и в принципе он всегда может договориться то есть он всегда может пойти на компромисс он готов общаться открыт для общения ну в принципе по себе сам человек спокойный эмоциями блистать не будет еще раз говорю такая интересная позиция скорее всего его достаточно вот так со стороны сложно считать потому что энергия выдает спокойные мысли выдает достаточно спокойные хотя внутри там может быть буря фантазии буря эмоций каких-то но он их не показывает то есть конечно же внешне чек себя очень сильно контролирует то есть тут у нас еще двойка мечей да он коммуникативный да он очень общительный но вы в жизни не узнаете что в его личных до каких-то отношениях что в кругу там его семьи а внутри его происходит то есть с вами он будет общаться спокойно хорошо как бы непринужденно и вы даже не поймете что у человека могут быть какие-то сложности конечно же если он сам не захочет вам рассказать хорошо давайте посмотрим а он кто по отношению к вам это ваш какой-то знакомый это ваш друг кто это вообще может берем ваш какой-то бывший да попробуем вытащить кто это вы знаете а он как-то сам не поймет кто он вам ему как-то если честно самому достаточно сложно определить свое свой статус по отношению к вам то есть то ли бывший то ли друг вот то ли что что это чего это потому что у нас идет десятка жезлов и луна ну как-то вот немножечко он сам не поймет кто он но вы вызываете у него стабильный интерес то есть ему стабильно все о вас интересно вот это точно могу сказать ему все о вас интересно но он сам не поймет кто вы как вот кто вы друг другу здесь что-то что-то неясно как-то да но он может быть женат вы можете быть там подруга например жены вы можете быть там коллега по работе то есть вы как будто бы и общаетесь но вы вот напрямую я какой-то здесь определенной дружбы с этим человеком у вас не вижу то есть это может быть партнер там какой-то отдаленный с которым вы периодически пересекаетесь вы даже можете быть там друг на друга в социальных сетях подписаны это знаете как мы когда-то с тобой виделись мы когда-то с тобой общались потом друг на друга подписались больше не общались но друг за другом через социальные сети мы наблюдаем вот такое тоже может быть это может быть какой-то там одноклассник бывший это может быть какой-то там друг друга знаете ли где-то в компаниях познакомились и вот вы его заинтересовали вы интересны этому человеку но он безусловно держит какую-то нейтральную позицию в отношении вас но он проявляет внутри себя у него есть какие-то фантазии он проявляет очень сильно интерес к вам но он человек может быть уже семейный но наблюдать может дать наблюдать может вы ему безусловно и интересны вы ему кажетесь такая женщина которая всем помогает женщина которая защитит слабых всегда придет на помощь женщина ресурсная знаете вот как будто бы он думает а что вы очень гармоничны сами собой но в принципе мне по этим картам таки показывают что вы в принципе сейчас достаточно так комфортно себя чувствуете вот и он говорит о том что вы просто какая-то вот знаете может вас чувствуется единение с природой ну вот как-то вот мне такое что-то тягучая идет очень приятная то есть он видит вас какую-то внутреннюю гармонию то есть как как у женщины вас все гармонично вот так он говорит ну хорошо если вы догадались кто это если вы может быть вспомнили кто это давайте посмотрим что этот человек о вас сегодня думал как интересно ну смотрите во первых мысли свои он прячет от всех он бы в тайне хотел чтобы у него была такая женщина как вы и возможно даже вы он видит вас в роли жены хорошей жены понимаете то есть он горит вот такую бы жену я хотел вот такую бы девушку я хотел для серьезных отношений возможно там для продолжения да может быть вы где-то отдаленно ему напоминаете его маму такое тоже может быть да если у него есть определенные проекции там у нас себе прототип какой-то выстроил в голове да по тузу жезлов безусловно у него есть интимный интерес в отношении вас безусловно у него есть мечты и ему бы очень сильно хотелось бы вот такого вот с вами близкого общения но опять мне там сигналит десятка жезлов он не видит возможностей ему как-то сложно это все проявить в реальность то есть мечты есть фантазии есть мысли есть и он сегодня об этом же собственно говоря и думал я предполагаю что он не только сегодня об этом думал он в принципе крутит это в голове вот и он понимаете в данный момент находится как будто бы вот в поиске своего идеала женщин да даже а все у него там в семье происходит потому что такое ощущение что как будто бы ему некомфортно и там где он живет он не видит там ресурсов для себя потому что вот здесь ощущение что ресурса он он ресурс это чувствует но он как будто бы его ищет в других женщинах а не там где он живет еще смотрите он может у него могут быть тайные желания но он прекрасно понимает что у него есть жена и поэтому он ничего как бы да не будет предпринимать но то здесь может еще смотреть человек достаточно ответственный человек достаточно совестливый то есть я не вижу чтобы он там предлагал какие-то грязные мыслишки свои да кому-то предлагал вам например да то есть я здесь не вижу кота прямого предложения вижу что пожириться это тайна в любом случае это все что неясно все что скрыто все что потаенно и он на ну одна из ипостаси жрицы вот по императрицы я вижу что безусловно если мы рассматриваем непосредственно вас вы для него какая-то вот прям идеальная женщина идеальная мать идеальная жена идеальная хозяйка идеальная любовница то есть вот он вас видит как то вот так и он там своих фантазиях тоже уже по тузу жезлов это все очень активно крутит представляет и конечно же у него возникают различные желания в отношении вас вот ну хорошо что у него в семье там происходит потому что интересно слушайте но в семье в принципе по тройке жезлов у него там уже выстроены какие-то отношения и он видит как бы продолжает их там строить ну и что он очень ответственный и он мне говорит я очень ответственные как бы там не было а это только мои фантазии то есть я к действовать никаким образом не буду он считает что у вас достаточно большое количество поклонников да и вы еще и тем самым подогреваете в нем вот этот вот интерес такой мужской да нет он конкретно находится в семье он не хочет мне рассказывать что там здесь карта правосудия выходит ну смотрите у него в семье достаточно все давно стабильно нет никакой искры нет никаких ярких сексуальных скорее всего уже моментов которые у нас бывают в начале отношений да ну в принципе все стабильно потому что мне показывать четвертую куб четверку кубков обычная бытовая жизни все как по накатанной один день похож на другой то есть он в принципе достаточно давно находится в семье и ему как-то уже там все приелось все присытилась все надоело может быть он где-то внутри себя подумывает о разводе но тут же себя останавливает и говорит что ну нет я же несу ответственность я ничего менять не буду я не как бы на сегодняшний день скорее всего эмоционально психологически он не готов уходить из семьи но мысли мысли крутит мысли крутит о вас в любом случае вот такой вот был у нас интересный персонаж и то что она вас сегодня думал ну какие-то шаловливые фантазии он нам влажные свои показал может быть вы даже знаете кто это вот такой интересный мужчинка но я не вижу чтобы он каким-то образом к вам действовал на самом деле просто ему вы ему очень очень интересны он видит вас какой-то идеальный для себя вот такая была первая позиция я благодарю вас за просмотр ставьте лайки подписывайтесь мне приятно вам интересно я продолжаю дальше итак второй вариант я вас приветствую привет привет тема нашего сегодняшнего расклада кто и что думал о тебе сегодня какие мыслишки прятал не показывал я немножечко охарактеризую тебя чтобы было понятно твоя позиция или нет или нужно посмотреть другой вариант и я посмотрю кто же кто же там наш тайный обожатель кстати можно сделать темы отдельного расклада кто тайный обожатель тоже было бы интересно посмотреть детективные истории я люблю детективные истории итак я хорошо перетисую колоду после первого варианта чтобы нам не попались те же самые карты вот это твой сигнификатор а вот это того кто тебя смотрит ой кто тебя смотрит ну может и смотрит кто о тебе думал сегодня ну и конечно же мы посмотрим что думал здесь у нас такой собиратель сокровищ скорее всего собиратель красивых женщин очень любит очень любит шикарных самоуверенных таких знаете женщин которые сами себе сделали но идет мне такая мысль не очень хорошая потому что она говорит о том что этот персонаж выбирая таких женщин и когда эти женщины благосклонны к нему он может самоутверждаться таким образом то есть ну если такая женщина меня выбыла значит я крут вот это что то такое и он не ищет кого попало нет он ищет ну не знаете не так что там хоть какая-нибудь лишь бы моя нет он тут ищет конкретно женщин с определенной энергетикой с определенной внешностью это безусловно должна быть яркая женщина это должна быть энергетически очень притягательная женщина вот здесь что то такое у меня что то такое у меня посещают такие энергии я уверена а кстати здесь еще могут быть женщины с очень горячим темпераментом да таким итальянским и соответствующей фигурой да какие то такие плавные округлые формы то есть что то такое у меня здесь идет вот и он очень любит таких женщин а но еще раз я уже сказала для чего да то есть вот это вот вопрос на подумать почему он таких выбирает соответствует ли он да как бы вот этой вот картинке которую он в голове себе держит типаж таких женщин а вот это что он думал о вас сегодня вот это вы а вот это его мыслишки или ее слушайте я не знаю но идет мужчина если честно сразу пошел мужчина но мы посмотрим может быть не только мужчина я же говорю я же говорю какая здесь вообще меня смотрит женщина вот женщина которой все все мужики поклоняются женщина которая влюблена непосредственно только в себя женщина которая мужчин рассматривает нет ну конечно безусловно безусловно вы тоже и хотите быть любимой и чтобы мужчина обладал определенными качествами я сразу скажу требования у вас к мужчине высокие ну во-первых потому что вы у вас у самих достаточно высокая планка и к себе в том числе но и соответственно к мужчинам и если вдруг не дай бог мужчина хотя бы по одному пункту не попал или не совпал вы моментально разочаровываетесь и отправляете его в лес по грибы ну то есть вы тут долго скажем так не не застреваете на таком ну то есть что-то вот как-то вроде так все хорошо начиналось что-то начал да ну и вот все в таком духе и здесь потому что еще семерки но вы безусловно создаете определенный флер потому что семерки часто у нас карты и людей то есть вы как будто бы знаете обволакиваете мужчину вот этой своей энергетикой создаете определенную такую иллюзию себя ну то есть он вот видит тот образ который вы ему транслируете а транслируете вы безусловно образ шикарнейшей женщины ну как я это вижу и вот я что хочу сказать тот кто за вами сегодня возможно наблюдал и думал о вас он видит вот этот образ то есть вы его очень конкретно ему протранслировали может быть вы знаете этого человека может быть этот человек просто вас видит потому что это ваша игра определенная вы так играете конечно наедине сама с собой вы можете быть другой вы можете быть мягкой вы можете быть ранимой внутри себя но у вас такой здесь образ знаете вот образ как раз таки я сама себе сделала да и вот я независимо что ты мне тут вообще можешь предложить кто ты что ты о чем ты да здесь очень высокие требования к мужчине и прежде чем пойти на какое-то знаете у вас еще могут быть свидания похоже на собеседование ну то есть вы не просто там а вы прям конкретно оцениваете партнера вы смотрите так прям попунктно вот это есть вот это есть а вот тут ты не дотягиваешь а вот тут что-то мне не очень нравится ну а в любом случае я думаю что это связано с какими-то вашими прошлыми событиями какими-то опытами которые показали да что слишком открыто и наивно и быть скорее всего не нужно потому что придут откроют дверь с ноги да и растопчат нас нежный внутренний цветочек и поэтому здесь еще может быть такое ощущение что вы как будто бы слегка да такое немножечко цинизма сарказма то есть очень активно здесь у нас выступают в отношениях когда вы начинаете общаться да теневые стороны конечно же безусловно ваша ранимая часть глубоко у вас спрятана и раскрываетесь эмоционально вы не с каждым человеком то есть здесь еще раз говорю очень жесткий фест контроль у вас идет на входе теперь вы научились отсекать научились да смотреть что ага вот тебе я буду вот это транслировать а ты будешь видеть вот такую вот картинку ну тут как тут умение владеть своими социальными масками ну в принципе это очень даже неплохо это как бы знание себя чего я хочу и кто мне нужен а требования у вас очень очень высокий еще один момент что хочу сказать иногда так бывает когда мы создаем себе вот такие высокие требования и себе и партнеру если сейчас кто-то вспомнит был такой старый фильм называется практическая магия и вот там она очень сильно одна их было две сестры две сестры одну играла сандра балок а другую играл или булок не знаю как правильно поправьте если что а другую играла николь кидман она была рыженькая а сандра балок была темненькая я не помню какими называли героинь но в этом фильме если кто-то его смотрел я вот его смотрела еще там в юности там получается она так боялась влюбиться и так потому что у них там на их семье было какое-то проклятие и она боялась что ей разобьют сердце и она будет очень сильно страдать и она нанесла определенное заклятие и придумала для себя мужчину которого не существует то есть которого вообще в априори нет и она там сказала он там должен уметь печь блинчики и самое там ключевое у него там должна быть какая-то звезда или защищать его должна звезда и один глаз у него должен быть зеленый а другой голубой и вот здесь вот у вас примерно что-то такое мне идет мне сразу вспомнился этот фильм то есть вы настолько уже наобжигались через всяких чудаков на букву М что вы теперь просто делаете жесткий отбор по определенным признакам и по всей вероятности чтобы не ранили вашу душу вот такие персонажи у нас которые притягиваются на вашу яркую энергетику сексуальную вы придумали для себя какой-то идеал который скорее всего вряд ли подойдет на каких-то обычных наших среднестатистических мужчин вот и поэтому вот здесь такая у вас идет история да, вы говорите, что я не хочу нарушать свою внутреннюю гармонию свой внутренний баланс я больше не дам топтать мужчинам свою хрупкость и нежность внутри вас да, вот и поэтому изначально вы можете встречать прям даже, знаете, так в штыки слегка ну типа, ты кто вообще? что тебе нужно? да, что ты хочешь? давай-ка тут остановись в очередь угу здесь вы ищете определенного мужчину и этот мужчина он прям, знаете идеальный для вас должен быть хорошо, и кто тут сегодня о вас думал? здесь думал не один человек здесь сегодня о вас думало несколько может быть двое но здесь мысли были достаточно эмоциональные то есть, возможно, здесь кто-то о вас говорил да, то есть, ну, думали о вас и скорее всего, возможно, где-то может быть в коллективе может быть какие-то там подружайки да, которые вас знают с которыми вы знакомы может быть это двое мужчин кстати, почему нет ну, один мужчина со своим другом, да и вы там, например, знаете и того и другого то есть, и здесь был достаточно эмоциональный разговор то есть, ну, кто-то тут что-то прям конкретно о вас сегодня не только думал, но еще и говорил во всей вероятности обсуждал может, ваши какие-то действия может, вашу какую-то там может, внешность вашу обсуждали может, энергетику, да может, какие-то там пошлые разговоры были ну, сейчас посмотрим ну, окей, покажет нам, кто это? говорят, нет да, что у нас сегодня одни семейные-то идут а, ну, здесь еще, смотрите, кто мог здесь-то мог быть у нас бывший красавец да, смотрите, что здесь может быть здесь может быть какой-то бывший с которым, по всей вероятности, вы были в каких-то достаточно серьезных отношениях потому что по четверке жезлов это даже, возможно, было совместное проживание не знаю, брак был или нет тут как бы расклад общий но, тем не менее, мне показывают о том, что человек человек в принципе как-то споткнулся об вот этот ваше об ваше представление идеала, по всей вероятности где-то человек сначала подходил да, а потом вы как-то разочаровались и сказали, ой, слушай, ну, что-то нет что-то, что-то нет что-то как-то ты мне не подходишь глаза-то у тебя оказались одинаковыми и все, понимаете разглядели его глаза, возможно я предполагаю, что он здесь тоже демонстрировал вам какую-то свою хорошую только часть допустим, да и потом так получилось, что вы разочаровались и по всей вероятности этого человека ограничили от доступа к себе вышли из этих отношений может быть заблокировали ну, то есть послали его в лес за грибочками и он тут по всей вероятности очень-очень сильно подобиделся потому что он мне говорит неприятные вещи о вас говорит, что она вот такая вот, да договориться не захотела слушать меня не захотела на компромиссы идти не захотела говорит, что вы очень категоричная женщина вот я так сказала и все силы у вас очень сильно вот эту внутреннюю чувствует а я же вам изначально говорила кто будет смотреть кто как раз таки таких женщин-то и притягивает понимаете не то, что притягивает а он таких сам выбирает ну, потому что ему же нужно свою самооценку поднять а вы ему самооценку сбили ногой понимаете? просто корону взяли с ноги и выбили и вот из-за того, что получилось так что не он смог об вас самоутвердиться а вы его еще и послали да, на небо за звездочкой вы его подвесили то есть вы, конечно же безусловно оставили его крайне неудовлетворенным потому что ну, он же не получил то, зачем пришел то есть изначально, конечно он мог там быть с вами в отношениях но вы, возможно, быстренько раскусили и первое дернули от него и первое сделали ноги соответственно у него его план там не получился но это подсознательно, конечно все происходит я не думаю, что он строил изначально план но я просто рассказываю психологический портрет человека чтобы вам примерно понимать кого вы может, я вам сейчас бывшего вашего рассказываю что по всей вероятности такие есть вот и все, понимаете вы тут его подвесили и он теперь о вас думает он злится безусловно он обижен ему не нравится что вы так сделали он считает вас зазнайкой там как он не говорит какая-то стервозина вот она так со мной поступила она меня обидела она там короче что думал давайте смотреть ну в любом случае он мне сообщает о том что вы закончили с ним все отношения или он закончил отношения или там уж как вы закончили но я предполагаю что все-таки вы первые закончили отношения с этим персонажем и он нам здесь рассказывает о том что говорит всю душу из меня вытрясло ой слушайте речки не знаю кто тут из кого душу тряс или вытряс я предполагаю что здесь достаточно таких два очень самовлюбленных персонажа которые знаете кто кого вот здесь получилось вы его так окей ладно а вот по колеснице мне интересно он что-то хочет вернуться он думал о том чтобы вернуться потому что здесь точно бывший король мечей смотрел точно бывший и мне показывает о том что как бы с одной у него какое-то вот знаете двоякое ощущение с одной стороны он понимает что отношения закончились это он сегодня в голове прокручивал относительно вас а с другой стороны он думает блин а не проявиться ли мне ну я еще раз повторяюсь если вы находитесь в ресурсе в потоке в моменте понимаете в своем гармоничном состоянии это закон понимаете подлость как только мы выходим из каких-то сложных для нас там неприятных созависимых отношений и выходим в свое гармоничное состояние бывшие всегда начинают проявляться вот прям всегда я не знаю что с ними происходит и зачем они так делают ну как зачем они тянутся на вашу энергетику нужно же доесть как говорится да так ну и что что это за колесница о чем она здесь говорит да слушайте очень интересно он здесь думает а не проявиться ли мне потому что значит тут он мне король мечей выходит понимаете который говорит так я уже закончил все отношения так что это я уже все конец а тут у меня одна его сторона говорит ну можно же проявиться со своим кубком да король кубков со своей любовь еще и туз кубков да безусловно девочки слушайте он хочет продолжить игру он хочет продолжить вот этот вот раунд да то есть мало вы его отбоксировали девчонки не добоксировали нокаута не случилось ну то есть тут нужно было прям нокаутом понимаете вырубить а вы его нокаутом то не рубанули потому что у него остались тут какие-то поползновения в вашу сторону слушайте ну да да тройка жезлов ну вот тут почему-то начал видеть перспективы по всей вероятности где-то вы замаячили может быть он вас где-то увидел может быть нашел в социальных сетях может быть он и был но вы там временно может быть не отсвечивали занимались там своей жизнью да он мне говорит подожди подожди сейчас я тебе расскажу свою историю этих отношений не дружочек свою не надо да да он мне говорит давай подожди я тебе сейчас сам все расскажу что ты говорит ее слушаешь я говорит тебе сейчас все расскажу ну ладно так ну и что дальше окей он точно за вами подслеживает где-то там в отшельниках сидит наблюдает за вами ему интересно это точно какие-то социальные сети или сплетни собирает ну то есть и вы ему интересны ему по всей вероятности еще раз говорю вы ему самооценку подбили ему нужно до сумму утвердиться он тут не до сумму утвердился давайте я посмотрю а зачем он вам так что у меня там по времени все окей давайте-ка я гляну а зачем он вам слушайте я так люблю эту колоду котов она такие приколы показывает вообще просто мне так нравится так давайте посмотрим а зачем 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 он вам или вообще он вам нужен девочки я вам так хочу сказать он здесь может быть вам нужен но только для интима все потому что внутри себя он как бы не отмщен понимаете то есть он бы хотел вот поставить чтобы он поставил эту точку в отношениях да вот ему нужно самоутвердиться понимаете то есть если вы не хотите остаться скажем так в последней позиции и чтобы он тут как бы да так это не могут быть серьезными отношениями ну по крайней мере если они у вас были да то вернуться опять они не могут в стадию серьезных а вот зато в стадию какого-то непонятных непонятных каких-то там нерегулярных интим встреч они могут возобновиться но опять же таки да он может как бы на энергетику подсадить да на вот эти вот встречи а сам потом начнет какие-то выкрутасы вам устраивать ну как бы девчонки оно вам надо слушайте потому что по королю жезлов он точно уверен что если вы клюните на вот эту его удочку он тут уже точно точно самоутвердится понимаете и все и говорит я уйду заберу свою прелесть ну то бишь это свою корону у вас отберет понимаете вы у него отобрали его корону и вот он говорит я отберу свою корону и пойду дальше и пойду дальше и пойду дальше по любовным приключениям он говорит это будет справедливо это будет справедливо да говорит о том что вы понимаете вы как будто бы два сапога пара вот в этом плане но это это не в плане любви это не в плане содружества это не в плане партнерства а это в плане конкуренции понимаете вот здесь вот у вас жесткая конкуренция кто кого кто кого бросит кто кого переиграет кто кого там сделает короче говоря Потому что у него в голове там свои идеалы, понимаете? Свои идеалы. А у вас они свои, девчонки. Ну, смотрите сами. Надо вам этот персонаж, не надо. Я вам про него все рассказала. И что он хочет сделать, я вам тоже рассказала. Поэтому вы тут, конечно, уже определяйтесь, хотите ли вы, чтобы он вашу корону забрал или не хотите. Вот такая была вторая позиция. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мне было безумно интересно вам почитать расклад. Буду рада любой обратной связи. Мне приятно, вам интересно. До новых раскладов. Пока-пока. Третий вариант. Так. Ну и прекрасно, я вас приветствую. У нас сегодня интереснейшая тема. Кто и что думал о тебе сегодня? И может быть, даже мечтал. А может быть, и нет. А может быть, и не мечтал. А может быть, и разговаривал с кем-то о тебе. А мы сейчас посмотрим. Мы сейчас все выясним. Я перетасую колоду после второго варианта. И мы сейчас вас почитаем. Так, вот это вы. Что там у вас сейчас? Вот это персонаж, который сегодня думал. Персонаж, который думает, но ничего не делает. Ничего не делает, девочки. Вижу, что ничего не делает. Только думает. Много думает. Много мечтает, по всей вероятности. Но никак не проявляется. Поэтому вы даже не знаете, кто это. Не предполагаете. Ну, может быть, если я сейчас скажу, узнаете, конечно. Но вы могли не догадываться о том, что он думает что-то. А вот это мы посмотрим, что именно думает. Что хочет. Что за фантазика. Фантазика. А вот это что думает? Такой у нас сегодня очень шутелевый вроде бы, как бы. Не напрягающий расклад. Итак, это вы. Что у нас здесь? Охо-хо, прекрасная женщина. Женщина, которая почему-то мне показывают временно. Закрыла свою нижнюю чакру. Закрыла свою энергетику. Закрыла свою сексуальность. Жестко контролирует свою личную жизнь. И, по всей вероятности, возможно, ее сейчас нет. Я здесь не вижу интима. Я не вижу интима здесь в вашей жизни. То есть, возможно, вы тут что у нас? Аскезу взяли, девочки? Аскезу взяли. Потому что у нас король мечей-то тут закрывает свою энергетику полностью. То есть, вы для людей выходите, да, витриной такой, персонажем. Холодным, четким, структурированным, рассудительным, очень строгим, консервативным. Персонаж, который, ну, женщина, которая... Знаете, вот вы со стороны создаете такое впечатление, что как будто бы секса вообще не существует. Ну, мне как-то вот так идет, что вот его нет, понимаете, вообще. И быть не может. Ну, вот что-то вот как-то вот вы очень строга, мне говорят. И при том еще строга сама к себе. Хорошо. Ну, в первую очередь, увы, строга сама к себе. Что здесь у нас про интим? А, ну да. Ярофан, да, такое ощущение, что здесь достаточно большое количество запретов. Может быть, это шло из семьи. Может быть, да, здесь такая религиозная семья, где не принято было об этом говорить, не принято было как-то вообще даже... Ну, в общем, все делали вид, что этого нет. Да, дети мы находим в капусте. Вот, тут никто тут вас не просвещал, ничего вам не рассказывал. И здесь-то энергетика, конечно, аховая, да, то есть тут-то как раз-таки теневая сторона-то очень сексуальная на самом деле и вообще, в принципе, ваша энергетика. Ну, она очень глубоко спрятана, спрятана, по всей вероятности, она какими-то элементами воспитания. Я не знаю, почему мне об этом говорят, но показывают непосредственно вот этот момент. Возможно, это актуально. И вы могли уйти там, да, в учебу, в зарабатывание денег, в построение карьеры. То есть, ну, жизнь личная могла здесь не заладиться в связи вот с тем, что вы могли как бы не найти партнера по своему темпераменту, темпераменту, прошу прощения. Но дело в том, что вы и сами-то этот темперамент не показываете. Как же вы притянете своего? А если вы притягиваете партнеров, да, то, смотрите, они могут быть как раз-таки все именно с желанием быстрого, легкого, непринуждающего интима. Возможно, не переходя на какие-то там серьезные отношения. Ну, допустим, да, это у нас как закон подлости. То, от чего мы бежим, то, собственно говоря, к нам и липнет. Вот. И вот здесь, по всей вероятности, вы могли именно и уходить от легких отношений, хотеть только лишь серьезных, да, ну, потому что, еще раз говорю, может быть воспитание, да, родители воспитали, что один брак и на всю жизнь, и ни-ни там никаких загулов, не вздумай, а то прибьем. Вот. Ну, раньше так и воспитывали. И вы, по всей вероятности, таким мужчинам будете прям каким-то образом мстить. Но, ну, которые хотят, да, получить легкие, вы прям будете их жестко отсекать, прям голову им будете рубить, метафорически, конечно, это шутка. Но я говорю о том, что вы можете быть по отношению к таким мужчинам жестоки, вы можете их там жестко отсекать, вообще говорить им какие-то, про них какие-то неприятные вещи, прям, знаете, резко. Вот. Можете как-то прям обидеть словом, знаете, прям как мечом рубануть по горлу. Вот. Сказать там все, что вы о нем думаете, о его желаниях, и о нем вообще самом, и какой он там неприятный, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, вы и себе не разрешаете, и никому не разрешаете. То есть вы считаете, что это все плохо, это все неприятно. Может быть, это было, и сейчас вы с этим как-то боретесь, потому что мне показывают, что все-таки это определенная иллюзия, безусловно же, да, это какая-то программа, которую вам передали, насадили, да, вот таким образом вас воспитали, но на самом деле именно лично к вам, да, тут отшельник, здесь нет отношений, вы по всей вероятности очень глубоко в себя спрятались, и свои желания очень глубоко спрятали различного рода, потому что пятнадцатый аркан – это у нас все радости, прелести жизни. Это не только интим, хотя и он в том числе, но это и алкоголь, это и какие-то там увеселительные, это в принципе, это и творчество, то есть можно быть такси, это могут быть как токсичные какие-то привязки вредные, могут быть и благоприятные хорошие какие-то вещи. И вы здесь себе позволяете очень сильно мало. Первое, что мне пришло, здесь достаточно много аскезы, то есть вы можете прям конкретно себе не разрешать, то есть осуждать себя внутри и говорить там, ой, нельзя этого хотеть, ну-ка быстро перестань. Ну вот, к сожалению, здесь есть такие моменты. Да, у вас такой период двойственности, то есть вы можете сначала ваша темная сторона выходит, потом может быть светлая прорывается. Темная – это хочет, понимаете, яркой жизни и каких-то удовлетворений своего тела, и эмоций, и потребностей, да. Вот, а ваша светлая часть – это условно всё, светлое, тёмное у нас нет, мы едины, но просто для понимания, да, как бы как могут мысли выстраиваться. А одна ваша часть говорит, что я хочу, я хочу вот так, вот так, вот так, а там голос мамы в голове твердит, я тебе только попробуй там мне, там, что-нибудь сделай, я там узнаю, я тебе там выпарю, вот. Вот, и вот этот жёсткий критик в голове, там, голос он мамы, а может быть папы, а может быть это уже вы сами себе, да, начинаете себя жёстко штурмовать о том, что нельзя хотеть, нельзя так делать, нельзя так думать, и иди в холодный душ, короче. Вот, ну, как-то так. И поэтому всё своё вот это внутреннее творчество, желание как-то себя реализовать могло уйти в работу, понимаете, могло уйти в карьеру, в работу, в желание, в достигаторство в какое-то, то есть, ну, эту же энергию куда-то девать нужно, она же в вас там хлещет, плескается, скажем так, и она как бы, выход вы ей дали только лишь в одном направлении. Вот почему-то мне здесь вас показывают именно вот так. Окей, персонаж, который о вас сегодня думал. Ой, этот мечтатель прям. Мечтатель какой-то тут у нас. Фантазёр, говорю, фантазёр. Вот, всё, фантазёр пришло. Много фантазирует, но не проявляется, вы не знаете, кто это, потому что в жизни не покажет. А он говорит, я жду счастливый случай. Ну, потому что у вас такой вид, понимаете, к вам подойти боятся, потому что такое ощущение, что вы сразу просто... Ну, просто отсечёте сразу всё, скажите, пошёл вон вообще, холоп. Холоп, пошёл вон. Вот прям вот ощущение, что именно так вы и думаете. Девочки, никого не хочу обидеть, ну, вот, идёт, какая информация идёт, такую я вам и читаю. Ну, и что этот наш фантазёр? Кто это вообще не показывает даже? Да мужчина, конечно. Тороль вышел, чаш. Мужчина. Слушайте, поёт, играет на балалайке. Не знаю, как сказать. Очень творческий, очень творческий. Музыкант, возможно. Может быть, это там в ансамбле в каком-то, потому что здесь большое количество людей. Очень творческий, понимаете. Тут, может, на сцене может выступать. Что ещё? Ну, не обязательно, конечно. Ну, вот музыкант, может быть, что-то такое. Потому что... Энергии такие от него идут. Да, что ещё? Капризный такой, слушайте, персонаж очень. Капризный. Паш Мечей капризный. Такой, как вот... Ну, все творческие такие, знаете. Все творческие. Вот такой вот... Сейчас я сформулирую. Любой фильм откройте, где у нас там какой-нибудь творческий в фильмах, да, там, певец, актёр, неважно. Не буду никаких фамилий, имён называть. Любого посмотрите, там, какую-то биографию, да. И посмотрите, как они себя ведут. То есть достаточно такой образ жизни, нестандартный, нестабильный, да. Там могут быть падки на всякие увеселительные, да, курительные, там, то есть могут быть зависимости зачастую, потому они вечно в поисках какой-то музы, они очень такие непостоянные, они могут проваливаться в какие-то свои вообще непонятные состояния, то у них депрессии какие-то, то у них опять всё хорошо, то есть здесь может быть такая прям биполярка даже, я никаких диагнозов не ставлю, но в целом, да. То есть эмоциональные такие качели могут быть достаточно сильные, с такими людьми обычно очень сильно сложно, потому что ты не знаешь, в какой момент он тебе сейчас что выдаст. То есть это такие хаотичные, по сути, люди, которые зачастую, знаете, не показывают ответственности, структуры, стабильности. Слушайте, тут так интересно, потому что вы как раз-таки вот вся такая структурная, стабильная, очень ответственная, да, а этот персонаж, он как будто бы ваша полная противоположность. Но здесь я могу предположить, что идёт, как-то, знаете, вам зеркалят, что расслабься маленько, то есть пусти в свою жизнь чуть-чуть вот радости, праздника, хаоса, потому что здесь такой человек вечеринка может быть, да, они же вот все творческие постоянно, у них какие-то тусовки, развлекухи, то есть там как раз-таки беспорядочные связи, то есть это, конечно, уже искажённое зеркало, которое вам отзеркаливает, да, может быть, это ваш друг, может быть, там вы его постоянно ругаете, говорите, блин, ты что так живёшь вообще, посмотри на себя, ты себя загубишь, да, вы прям по рыцарю мучей, вы прям его осуждаете, то есть вы постоянно ему говорите, что вы, в принципе, осуждаете, таких людей, я вам так скажу, это не только его, вы, почему он не отсвечивает, я же изначально сказала, потому что вы его просто рубанёте, вы скажете, блин, иди отсюда, ты вообще кто, ты вообще какой образ жизни ведёшь, ты мне не подходишь, вообще просто ни капельки, и ему нравится, вы ему нравитесь, он у вас, возможно, вот эту вот вашу скрытую энергетику-то чувствует, потому что оно есть это всё у вас, просто это всё очень закрыто, просто вам запретили быть такой, вам запретили вот это чувство бесшабашенности, по всей вероятности, гулять редко разрешали, если разрешали, вам, если разрешали, то, знаете, там строгое время, если там не пришла, ну, короче, вот сейчас скажу грубо, но такое ощущение, что вас как будто прям выдрессировали, понимаете, вот в чём вся беда, и даже если вы бы и хотели расслабиться, а вам хочется, то теперь вот это вот внутреннее состояние запрета вам, ну, оно всё, оно не даёт, вы сами себе не разрешаете, и встречать вы будете вот таких мужчин, вы понимаете, в чём вот фишка-то всей этой ситуации, вот таких вы будете встречать, которые будут вам показывать, что нужно легко, можно хаотично, и ничем за это не будет, что он думал о вас сегодня? Какие-то общие карты показывают. Ну, что вы его отшиваете, короче говоря, или отшили, может, может, это какой-то бывший вас, ваш, или отшили, или отшиваете, но вы его не принимаете, понимаете, вы его не принимаете, и он как бы мне и говорит, что хочется и колется, я хочу, а она вот неприступная вся такая, неприступная тут барышня у нас, он чувствует в вас вот этот нераскрытый потенциал, он об этом думает, и вы ему интересны, но почему-то у него идёт конфликт внутренний, потому что он в вас вот эту энергетику, схожую его энергетики чувствует, но транслируете картинку, вы совершенно другую, и у него такой коллапс, то есть диссонанс, я не понимаю, почему она вот интуитивно, я её вот такой чувствую, а внешне, вот этот ресурс её внутренний огромный, да, а внешне она показывает снежную королеву, конечно, он наблюдает, что хочет, они ещё, походу, все одно и то же хотят, возможности прорваться в эти тернии, в вашу нарнию, короче, в ваш шкаф внутренний, возможность прорваться в ваш внутренний мир, увидеть вас настоящую, ему очень сильно хочется, он, так как он человек творческий, у него интуиция работает очень хорошо, и он по всей вероятности чувствует, да, что вот за вот этими закрытыми дверями, находится что-то прекрасное, что-то ресурсное, что-то очень интересное, очень вкусное для него, но, да, 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 кстати, может, знаете, даже песни вам писать, но он вам об этом не скажет, он вам может писать песни, вы как будто бы его муза, знаете, вот так, вы как будто бы его муза, он за вами может быть наблюдает, наблюдает в любом, потому что мне показывают карту наблюдения, он наблюдает, вы его муза, и по всей вероятности все песни тут по поводу того, там, сезамом откройся, да, сезам, отдайся, да ты не бойся, Я говорю, песни поет. Песни поет, прям вам посвящает песни. Пишет, по крайней мере. Если еще пока не поет, то пишет. Поет сам себе. Да, и песни что-то есть по типу «Сезам, откройся», «Сезам, отдайся», «Да ты не бойся», «Да не стесняйся». Вот что-нибудь такое. Девочки, какая романтика. Тут может вам стихи сочинять. Но он это не проявляет. Вы об этом не знаете. Но это он там сам себе там что-то сидит. Слушайте, да. Короче, девочки, вам посвящены песни, о которых вы, возможно, даже слушаете. Ну, может, это какой-то начинающий, да, там продвигается. Но вы не знаете, что это у вас. Ну, у нас так в свое время там один музыкант, современный рэпер, я не буду называть фамилии, который картавит. Вот. И тоже увлекается различными зависимостями. И он, у него, у них есть общий ребенок. И она тоже, по-моему, татарка, если не ошибаюсь, или не татарка, не помню кто. Я-то просто аккуратно стараюсь говорить, да, чтобы не называть имен. Посвящал песню. Одну такую знаменитую. Рэп, по-моему, если не ошибаюсь, он ей читал. Вот. Ну, здесь вот что-то какая-то такая история. Здесь какая-то вот такая история. Конечно же, это все там о любви, и он, скорее всего, может, выступает в барах с этими песнями. Кстати, да, может, это какая-то джазовая музыка. Он может выступать в барах. Но он точно исполняет эти песни, он их пишет втайне о вас. Вы ничего об этом не знаете. То есть от вас это все прячется, скрывается, как бы... Он все ждет, когда вы раскроетесь, и когда спадут вот эти вот ваши запреты. Запреты и как бы ваши внутренние оковы. Девочки, вот такая была позиция, слушайте, так интересно. Это вот то, что он о вас сегодня думал. Он не только сегодня. Он там вам целые эти мемуары пишет, слушайте, и потом их исполняет. Это круто, на самом деле. Это круто, это прикольно. Мне понравилось почитать для вас. Вот, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите, оставляйте комментарии. Мне было очень приятно для вас почитать. А вам интересно посмотреть. Будет еще много интересных видео. Предлагайте в комментариях, на какую бы тему вам было интересно. Я с удовольствием сниму этот расклад. Но немножко дам вам вектор направления. Тему все-таки выбирайте отношений, личных отношений. Мужчин, я все-таки больше по такой тематике, по тематике любви, взаимоотношений, коммуникации с мужчинами. Самих мужчин мы можем посмотреть. Это очень интересно. Такие детективные наши истории. Вот, личные сериалы наши. Поэтому я еще могу, конечно, делать на саморазвитие и различные паранормальные явления. Если вам это интересно, предлагайте. Но я не смотрю там какие-то внешние, которые вот сейчас происходят. Нет, это не моя тематика. Я все, что связано с любовью. Это все ко мне. Итак, я, в принципе, закончила. Я вас благодарю за просмотр. Будет еще много интересных раскладов. Очень вам благодарна. И я с вами прощаюсь. Пока-пока.